Весенняя серия Итак, давайте вспомним, какие новинки фирма Биолит подарила вам в этом году. Токсидон ТМА с витамином С и со шлемником Байкальским. Новинка прошлого года, но мы ее специально включили в эту презентацию, потому что как-то вот этот препарат у нас прошел как-то мимо, незаметно. А ведь уникальный препарат, классный препарат. Я его тоже открыла буквально два месяца назад, когда заболела. И чтобы не свалиться вот в этот штопор, потому что через неделю была лекция, и думаю, ну что же такое предпринять? Ну, в общем-то, у нас очень большой выбор, но тем не менее, дай-ка я попробую. Вы знаете, так мягко, незаметно, быстро, буквально за 2-3 дня я была уже в нормальном состоянии. И это подтвердила вот этот эффект, подтвердила моя дочка примерно через 2 недели. Звонит мне и говорит, мама, Биолит рулит, классно. Я тут начинала заблевать и просто вот вышла так легко вот из этого состояния. Поэтому, вы знаете, вот просто вот дарю вам эту информацию. Это классный, уникальный, очень эффективный препарат. Не только потому, что там токсидон май находится, об этом мы не будем говорить сегодня, Наталья Валерьевна все сказала. Витамин С – это жизненно важный, мощный антиоксидант. Работает на наши сосуды, восстанавливает их. И дозировка в одной капсуле 400 миллиграммов. А сразу скажу, прием нашего препарата по одной-две капсулы в день. Заметьте, 90 капсул в упаковке. Ничего себе, практически на 3 месяца можно приема. Для профилактики по одной капсуле в день, когда вы уже поняли, что вы заболеваетесь, сваливаетесь вот в этот штопор, по 2 капсулы, 800 миллиграммов витамина С – это ударная суточная доза, приблизительно 1000, но здесь 800 миллиграммов, прекрасно. И вот это дает вашему организму как раз тот вариант, тот шанс выйти из заболевания. Ну а шлемник байкальский, ну вы знаете, на Тибете шлемник байкальский сравнивают с женьшемем. Здесь тоже используются корневища. И вот в Тибете говорят, что шлемник байкальский – это тот же женьшень. Вот как его ценят. В Монголии называют шлемник байкальским «богатырским». Настолько влияние его на наш организм – это действительно мощное противовоспалительное действие, оказывает на иммунную систему, противовирусное действие. Прекрасный антидепрессант успокаивает нервную систему, нормализует артериальное давление. Но где еще мы с вами встретим такие свойства в одном лекарственном растении? Поэтому шлемник байкальский здесь вот очень хорошо работает. Потом еще посмотрите, мозговое кровообращение улучшается, улучшается работа мозга. А это профилактика инсультов, инфарктов. Это даже профилактика болезни Альцгеймера. Повышается активность работы мозга, замедляется рост опухолевых клеток. Ну и про психоэкулярное воздействие, снятие стресса, успокаивающее действие шлемника байкальского. Это тоже очень важно сейчас, когда мы говорим все болезни от нервов. И вот этот состав просто великолепен. Даша, я вам скажу, никаких противопоказаний здесь нет для приема для беременных женщин. Ну нет таких вот противопоказаний, поэтому можно и такой группе вот сначала рекомендовать. Поэтому возьмите на заметочку. Что еще здесь важно, что шлемник байкальский улучшает мозговое кровообращение, улучшает состояние сосудов. Сосуды – это дороги жизни, по которым получают наши органы и ткани питание. А значит, питание получают что у нас? Органы зрения, которые находятся в чередной коробке. И значит, улучшение зрения, даже предотвращение катаракты. Рекомендуется как дополнительный источник и для профилактики и лечения проступных заболеваний. Можно совмещать, конечно же, и с другими, и с корой осины, и с флорентой, и с поливитаминными препаратами. Так что вам его на здоровье. Это вы напомнили. А вот весной 2022 года фирма Биолит выпускает капсулированные формы. Очень интересные тем, что это удобно, комфортно, быстро. В одной капсуле уже заключена доза. То есть здесь не надо, уже четко вам разнесли по дозам вот эти наши препараты. Ну и приставочка форте. Вот Татьяна Викторовна на одном из выступлений говорила. Это как в музыке. Есть форте громко. И есть пиано тихо. Так вот эта приставочка, очень образно она сказала. Это форте. Это усиленная доза. И расширенный состав. Ну а если с точки медицины, это тоже действительно форты. Это капсулы, это таблетки, которые выпускаются с повышенными дозами лекарственных препаратов, лекарственных веществ, и которые постепенно расходуются у нас в организме. Но это всегда повышенная дозировочка. Преимущество. Нет глюкозы. Удобство в применении. Дозировочки все четкие. Доза экстракта Рэйши здесь в 7 раз на одну дозу больше, чем в гранулированном. Мы с вами и гранулированных-то любили очень. А если здесь 30 капсул в упаковке, и рекомендуется по одной капсуле принимать в день, то это получается как раз на месячный курс восстановления здоровья. Я просто вам расскажу о двух отзывах. У нас в Сибири, читая лекции, встает, буквально тянется рука, просит женщина и говорит, а может, можно я скажу, вот у меня вот буквально вот этот новый препарат купила женщина для своей старенькой мамы. 80 лет, сил нет, энергии нет, весна. Ну вот хотелось как-то ее держать. А мама страдала треной рук, то есть трясутся руки. И вы представляете, говорит, всего с одной упаковки этот симптом исчезает. Я обращаю внимание, с одной упаковки. Это значит нейродегенеративные функции головного мозга исчезают. Наталья Валерьевна говорила, рейши от всего. Поэтому возьмите на заметочку, действительно от всего. Второй отзыв очень обширный. Буквально мне прислали, неделю назад проводила лекцию у нас в Сибири. И рассказываю очень подробно о рейше. И она говорит, это все про меня, это все про меня. Я, говорит, уже 5 месяцев подряд беру месяц по одной упаковке рейши. И выпиваю в день по одной капсуле. У меня прошел, ну так сказать, я успокоила, варикоз, варикозные узлы. У меня появились силы и энергия. У меня появилось хорошее настроение. У меня регулярный сон, крепкий, сладкий, хороший сон, хорошее настроение. У меня прекратились головные боли. И что интересно, она говорит, что у меня прошла холодовая аллергия, которая ее беспокоила несколько лет. То есть наступление морозов, снега, лицо красное, как будто вот прямо раздраженная щипка, как будто раневая поверхность. И вдруг она говорит, вот я его пью 5 месяцев. А поняла, что вот сейчас зима, а у нас в Сибири морозы 30 градусов. И она говорит, я поняла, что у меня есть вот этого раздражения на кожу. Как здорово, что вы выпустили такой препарат. Поэтому вот имейте в виду Рейшикан с великолепными свойствами, удивительными, уникальными. И здесь, конечно же, не только доза Рейшикана, но еще добавляется солянка, добавляется еще шиповник, аскорбиновая кислота, облепиха, которая усиливает вот эти эффекты. Поливитаминные препараты, витамиксы, фамигран, очанка. Мы и гранулированные их любили. Вкусные, дети обожали. Детям можно было витамикс давать еще в грудном возрасте, когда начинался прикорм. Ну, сначала, понятно, можно в растворенном виде, а потом уже и в сухом виде, просто разгрызая вот эти вкусные гранулы, всасываясь в ротовой полости уже, кстати, биолитовские гранулы рекомендую принимать именно так, рассасывая во рту и запивать небольшими глоточками воды, потому что мощная всасываемость в ротовой полости повысит эффект от принимаемого продукта. Просто эффект будет выше. Поэтому и фамигран, и витамиксы прекрасно так работают. И это поливитаминные препараты. Сюда входят именно витамины, которые содержатся у нас в концентрированных соках сибирских ягод и сибирских соках овощей. Это в данном случае концентрированный сок свеклы. И вместе с ними, это же не только витамины, микробакроэлементы, а это еще и аминокислоты, это полисахариды, которых вот не увидите в составе синтетических поливитаминных препаратов. Поэтому рекомендуем, и Наталья Валерьевна подтвердила, мы за природные, мы за натуральные. Они легче усваиваются, а отсюда и выше эффект. Итак, витамины нужны нам всем круглый год, потому что это буквально те дрова в топку биохимических реакций, которые происходят с нами круглый год, всегда и буквально каждую секунду. И если вы не питаете свой организм микромакроэлементами и витаминами, то витамины, аминокислоты, микромакроэлементы организм-то возьмет все равно из костей, из зубов, из волос, из мозга, из крови. Но поэтому, чтобы не объединять жизненно важные органы, ну уж тогда пополняйте свой рацион витаминами, а вместе с ними и микромакроэлементами, аминокислотами, полисахаридами и так далее, и так далее. И, конечно же, нужны обязательно витамины с микромакроэлементами как раз именно в холодный период, потому что это испытание для организма, особенно у нас в Сибири с ее морозами и с длинной зимой, и так далее. Ну, все это понятно, и сейчас мы будем говорить про именно витамин спорте. Посмотрите, здесь действительно, опять же, расширенный состав и увеличение доз. Добавлены экстракты, посмотрите, трав и ягод. Это черника, шиповник, калина, гречиха. Вот это новенькое, то, что добавлено в новый состав, и увеличены дозы. И поэтому витамин спорте повышает работоспособность, повышает защитные силы организма, ну и плодотворно работает и на мозг усиленный состав. Посмотрите, вот какой состав теперь у витаминца спорте. Это в основном, конечно, концентрированные соки ягод. Вот свекла здесь была и будет в витаминксе, потому что мощное противовоспалительное действие, и улучшается трофика тканей. Трофика – это питание тканей. Благотворно влияет на микробиоту нашу, которая находится в кишечнике, поэтому свекла здесь необходима. Ну и применение. Вот тоже не буду напоминать, потому что, в принципе, все сказано. За неимением времени чуть-чуть буду сокращать свое выступление. Витамины нужны всем и всегда. Флавеграно-чанка форте. Вот здесь, можно сказать, ну почти принципиально новый продукт получился. Если мы и с вами и раньше любили флавеграно-чанку в гранулах, и она даже нам приносила очень хорошие результаты, ну вот нам врач-офтальмолог говорил, три месяца пьет пациент флавеграно-чанку в гранулах, и улучшение, как правило, при дальнозоркости, улучшение зрения на одну-две диоптрии. Кроме еще и, так сказать, поливитаминного действия. Но еще я вам скажу, Ирина Корвякова, это победитель конкурса, который объявлял биолит к 30-летию к своему, вот она при своей тяжелой ситуации ишеме головного мозга, она флавеграно-чанку, не была тогда еще капсулированной формы, гранулы пила столовыми ложками. И посмотрите на эту молодую, красивую, цветущую женщину сейчас. И представьте, такой страшный диагноз. Поэтому я нисколько не убавляю наши старые формы. Я думаю, что они сохранятся и будут нам служить и работать на нашей здоровье. Но, вот флавеграно-чанка, форте, здесь появляется новиночка, усиленное действие именно из-за новинки. Крапива здесь появляется. А крапива содержится, вообще крапива это кладезь витаминов и микроэлементов. И здесь появляется лютин-комплекс, зекс-антин-комплекс, которые необходимы для нашего зрения. Они необходимы для сетчатки, для восстановления свойств сетчатки. И надо сказать, что есть такой еще диагноз. Дистрофия макулы. Раньше дистрофия макулы наблюдалась у старшего поколения, у пожилых людей. Но все болезни сейчас молодеют катастрофически. И сейчас дистрофия макулы встречается у детей. Это заболевание сетчатки. Дистрофия, слово понятно? Разрушение, увеличивление клеток. Настолько изменения, что они уже не работают. А сетчатка это тот элемент глазного яблока, благодаря которому мы видим. Вот флавеграночанка именно благодаря крапиве, лютеин и зекс-антин-комплексу. А еще лютеин мы стабилизируем. Лютеиновый комплекс крапивы мы стабилизируем лютеином из бархатцев. Это шафран, который богат как раз этим веществом. Так вот, стабилизируя флавеграночанку, мы получаем прекрасный препарат по эффекту своему. И я вам скажу сразу, моя мама, у нее диагноз четко дистрофия макулы. Сделала операцию катаракты, а не помогает. Глаз не видит. Почему? Да потому что дистрофия макулы. Она говорит, а что ж вы мне не сказали врачам, ну такую претензию. А как мы узнаем, у вас катаракта, у вас мутный кристаллик, и мы через этот хрусталик, мы не увидим вашу дистрофию макулы. А вот поставили прозрачный хрусталик, увидели. Ну что делать? Глаз как не видел, так и не видит. Я говорю, пей. Пей. Одни витамины. Ничего страшного нет. Прекрасно работает. На головной мозг, на память. Восстанавливаем хорошее настроение. И что вы думаете? Две упаковки. И она мне говорит, я уже без труда, без очков читаю газетный текст. Не самый мелкий, но тем не менее, это преподаватель русского языка и литературы. Для нее лишиться зрения это равносильно просто, ну смерти подобно. Она еще очень активный человек, очень интересуется. Ей интересны все новости, книги, журналы, газеты, которые она до сих пор выписывает. И представьте, вот такая болезнь. Поэтому она еще покупает и говорит, я буду пить, я буду пить 2, 3, 5 месяцев буду пить. Это же витамины. Да, это витамины совершенно безопасные и очень полезные для вашего здоровья, тем более легко усваиваются. Это я вам рассказала про крапиву. Кроме крапивы здесь добавлено трава гречихи, то есть экстракт гречихи. А это уже ангиопротектор. Гречиха улучшает состояние сосудов, делает их эластичными, упругими. Кстати, если просто гречиха убирает отеки, а значит и отечность убирает, это только нам на руку в этой ситуации. Плоды обрепихи, бета-каротиновый комплекс, витамин С, витамины группы В, трава очанка. Очанка это трава единственная, наверное, которая очень эффективно, активно повышает остроту зрения, в отличие от других лекарственных растений. Шиповник это тоже бета-каротиновый комплекс, витамин С. И вот теперь посмотрите, лидер по составу это все-таки черника. Антоцианы черники вместе с картиноидами, с витамином С, облепихи и шиповника восстанавливают сумеречное зрение. Вот еще, но это и было. В афлаги-беграночанке в гранулах это свойство, но здесь усилено именно черникой. Мы же говорим про форты, большие дозировки и расширенный состав. Итак, лютеин, аскорбиновая кислота. Ну и мы рекомендуем этот продукт для всех, у кого проблемы с сосудами, проблемы с головным мозгом, то есть это заболевания, в том числе и головокружения, нарушение кровообращения и, конечно же, нарушение зрения. Для всех, кто работает с компьютерами, с гаджетами, дальнобойщики, нашим школьникам, студентам, а практически все сейчас работают очень много и плотно с компьютерами. Да и, вы знаете, и не обязательно. А кто много, ну, наверное, сейчас хотел сказать, и не обязательно, кто много читает. Ну, все жалуются, что мало все читают, но с компьютерами-то сидим все же с утра до ночи, даже наши дети. Поэтому вот славеграно-чанка-форте рекомендуется всем, посмотрите, зрение, сосуды, головной мозг, в том числе и гиповитаминные состояния, особенно тем, кто живет в экологически неблагоприятных условиях, в районах Крайнего Севера, то есть большие дозы витаминов. Витасел Плюс. Вот здесь сохранилась гранулированная форма. Это все еще весенняя серия наша. Витасел Плюс сохранился в форме, но практически тоже новый препарат у нас появился. Почему Витасел Плюс по составу стал практически другим? Здесь вот добавлены, посмотрите, добавлены плоды дикой яблони, корень лопуха, манжетка, талакнянка, но все остальное присутствовало. И теперь, посмотрите, во-первых, мощный витаминный комплекс в плодах дикой яблони, микро-макроэлементы. Находится пектин в дикой яблони, а это вещество, которое связывает токсины, выводит из организма, замедляет милостный и бродильный процесс в кишечнике, то есть восстанавливает еще и микробиоту, то есть работает еще и на наш кишечник. Так, ну а появился витамин В17. В семечках дикой яблони находится В17, который открыли в середине прошлого века, но не дали ход этому научному открытию. В17 пощепляется, разлагается в нашем организме на метаболиты, которые оказывают именно такое специфическое действие на атипичные клетки. То есть вот эти метаболиты В17, они как бы выискивают эти клетки и уничтожают. Витасел всегда у нас был как препарат помощь для онкобольных, для профилактики онкологических заболеваний и профилактики доброкачественных опухолей, для тех, кто проходит химиотерапию и лучевую терапию. Вот Витасел плюс, он стал еще более активным в этом плане, потому что еще и добавлены большие дозы и лопуха, и листа подорожника. И вот эти все действия, которые я вам озвучила, были подтверждены в Институте фармакологии в городе Томске. Поэтому, опять же, клинические исследования подтверждают то, что мы озвучиваем. Итак, радиоорозовое, это действительно и был в гранулированном прежнем препарате, он остается. Это мощный адаптоген, это помощь именно при онкологических заболеваниях. Это так, гераль тоже подобного действия обуславливает противоохолевый эффект. И здесь получается, что и золотой корень, и лопух, и подорожник, и гераль – это адаптогены, природные адаптогены, которые помогают адаптироваться организму, повышают качество больных, которые проходят очень сложную специфическую терапию. Это лучевая терапия, химиотерапия. И, конечно же, для профилактики, для улучшения качества и для профилактики таких и доброкачественных опухолей. И уменьшает, конечно, побочные действия, очень сильные, этой специфической терапии. Просто снижает вот эти неприятные побочные действия. Итак, весенняя серия наша закончилась, продолжается летняя серия. Летняя серия, когда выпустили биокологен, наша фирма, и биолизат. Итак, биокологен для суставов. Для чего нам нужен коллаген? Вообще, что это такое? Коллаген – это мощные молекулы белка. Длинные, мощные, которые очень трудно усваиваются в нашем организме. Что делает биолит? Он подвергает гидролизу вот эти крупные молекулы белка, превращает их в короткие молекулы, и они уже быстро растворяются в холодной воде, быстро всасываются эффективно, всасываются в нашем желудочно-кишечном тракте. И идут, куда коллаген идет? На построение, ну мы скажем, конечно, хрящевой ткани, связочного аппарата, но не только. Коллагена в нашем организме от 35 до 40 процентов. Если брать вот именно белковую часть нашего организма, да, мы состоим из белков, так вот на коллаген уходит примерно треть, 35-40 процентов, а в коже 70 процентов. И если мы возьмем, что же это коллаген, это матрикс, это основа, на которой и держится наша кожа, наши сосуды. И еще коллаген входит куда? В оболочку сосудов, в оболочку внутри органов. И если коллагена не хватает, то представляете, что растягивается кишечник, здесь никакого не будет ни обмена веществ, ни перистальтики, запоры, застой пищевых комков. И, ну, в конце концов, это просто гниение пищи. Итак, гидролизованный коллаген, это более мелкие белковые молекулы. Но все-таки напомним. Итак, конечно же, биоколлаген для суставов. Это наши суставы, это наши связки, это молодость наших кличевых поверхностей. До 80 процентов продает наше население. Уже после 20-30 лет уже мы с вами испытываем боль. Так вот, чтобы боль мы не испытывали, мы рекомендуем коллаген. Итак, посмотрите, подвижность суставов, молодость суставов, восстановление хрящей, укрепление костей. Кости должны не только быть прочными, но еще и эластичными. Они должны держать удар внутренней поверхности сосудов. Это тоже коллаген, это тоже аргинин, который защищает и сердце, и сосуды. Итак, хондроитин сульфат это основной компонент, который необходим именно для восстановления вот этого хрящевого матрикса. То есть восстановление наших суставов, суставной сумки и так далее. Итак, Происабен сказала, лист березы это мощное противовоспалительное и противоотечное действие. Корни одуванчика тоже помогают восстанавливать коллаген и встраиваются именно в хрящевую ткань. Лопух. Ну, здесь уже Наталья Валерьевна сказала, что это еще и содержит туриказу, которая разрушает, почему кислоту и выводит из наших суставов, но еще и лопух выводит токсины, очищает наш организм и способствует усвоению коллагена. В чистом организме, когда у нас в порядке кишечник, у нас усваивается замечательно. Хотите, чтобы повысить эффективность принимаемых вами продуктов, почистите кишечник, проведите фитосанацию. Ну, вот здесь, так сказать, и лопух здесь работает. Лист, брусники, это и мочегонное, это убираем отечность. И, конечно же, это и противовоспалительное, мощное действие. Биоколлаген для суставов всем, кому после 30, кто активно занимается спортом, у кого активно жить, спортсменам, да и вообще просто для того, чтобы передвигаться, жить себе в удовольствие. Когда принимать коллаген? До еды, после еды, вы знаете, не имеет значения, но мы рекомендуем до еды принимать. А столовую ложку размешать в стакане с холодной водой. Прекрасно, кстати, размешивается даже чайной ложкой. Выпиваем, конечно же, тогда больше просто эффект и больше усваиваемость его пойдет. Но кто не может до еды, после или, пожалуйста, потому что это белки, это еда. А можно кофе? Нет, ну зачем? Ну так, давайте уже без кофе, без водочки. Нет, нет, нет. Во-первых, кофе. Ну, подождите, кофе вы любите, ну я думаю, что все любят кофе пить горячим. Ну тогда, я думаю, что мы получаем удовольствие от этого напитка. Мы говорим, растворяется в холодной воде. Ну я пробовала в чуть теплой воде, тоже растворяется. Не в горячей, это точно. И мне еще предлагали, ну а вот можно так в рот взять, насыпать в порошочек и запивать? Нет, надо растворить в воде и выпивать в растворенном состоянии. Вот тогда коллаген, биоколлаген наш, виолитовский, усвоится. Это вот мы и даем гарантии. Пьем три месяца, делаем перерыв, а уж сколько раз в год вы его будете принимать, вот по таким курсам. Ну зависит уже от состояния ваших суставов, я бы так сказала, от вашего самочувствия. Биоколлаген для красоты. Я уже сказала, коллаген это тот скелет, тот каркас, на котором держится наше платье, наша кожа. И если мы возьмем, так, это знаете, пружинный матрас, так вот эти пружины, это как раз, конечно же, коллаген. Почему мы стареем? Почему мы, вот кожа древлеет, почему морщинки появляются? Мы теряем с возрастом воду и коллаген. Поэтому сухая кожа, сухие, слизистые, не забывайте о том, что это не просто кожа, а еще и слизистые наши. И, конечно же, коллаген, который уменьшается с возрастом, и, конечно же, поэтому кожа, появляются такие неправильные очертания лица и облицают наши щечки, появляются. Поэтому, конечно, поэтому теряем кожи, я еще раз повторюсь, до 70% содержит коллагена. Вот насколько важно. И на одной из лекций, я вот просто очень много городов сейчас объехала в Сибири, и мне говорят, а вы знаете, что у нас больше женщины покупают? Вот как вы думаете, для суставов или для красоты коллаген? Ну, я так думаю, что все-таки для суставов очень здоровье наше. А мне говорят, нет, для красоты. У нас очень хорошо продается биоколлаген для красоты. Но я вас заверю, если вы любите биоколлаген для красоты, покупайте. Улучшайте свое, действительно, состояние кожи. Усиливайте свою красоту обворожительную. Но, открою маленький секрет. Потому что коллаген, он и в Африке коллаген. И он будет усваиваться не только вашей кожей, но и вашими суставами. Просто две формы выпуска, но немножечко здесь как бы усиление. Или в сторону, как мы рассказали, что содержится дополнительно для суставов. А сейчас посмотрим, что же для кожи содержится. Что в составе коллагена для красоты? А не только гидролизат коллагена, а еще и изофлавоны сои. Это вещества, которые имитируют половые гормоны. А особенно с возрастом. У нас их меньше. Но когда организм чувствует, что ага, все нормально. Гормонов у меня в порядке. Все. Что мы чувствуем? Примесил. Энергию. У нас красота. Идет прямо из глаз. Глаза светятся. Хорошее настроение. Так работают гормоны. А у нас изофлавоны имитируют эти гормоны. Ну и что? Организм-то все равно. Имитация это или настоящий. Он просыпается и разворачивается во всей своей красоте. И так положительно сказываются не только на внешнем виде. Но и действительно здесь и улучшается состояние и в климактерическом периоде, и в менструальном периоде ПНС. Прекрасно работая на еще и центральную нервную систему. Экстракты листа зеленого чая. Это противоотечное, мочеводное действие, мощный антиоксидант. И опять же работа противоокухолевая. Дальше. Лист малины. Это мощное противооспалительное, жаропонижающее, потовыделительное средство. Ну и опять же антиоксидант, который содержит золицелаты. Это содержит предшественника аспирина. И поэтому аспирин, что у нас еще делает, кроме жаропонижающих противооспалительных раздов, регулирует реологию крови. Профилактика тромбозов. А это важно. Улучшение кровоснабжения, улучшение кровотока. И все. Мы опять расцветаем с вами. Потому что питается кожа. Итак, фолиевая кислота, витамины, которые содержатся в лист малины. А клевер. Клевер, да прежде всего, это тоже антиокротектор. Это улучшает сосуды. Поэтому, опять же, улучшаем питание кожи и расцветаем. Аскорбиновая кислота, необходимое условие. Гиалуроновая кислота заполняет пространство между коллагеном и эластином. Притягивает молекулы воды и улучшает состояние той же хрящевой ткани и той же кожи. Поэтому она становится у нас блестящей, красивой, гладкой, дополненной. Опять же, кофермен Q10. Но вы знаете, это витаминоподобный хинон, антиоксидант, мощный, который находится в митохондриях. А надо сказать, я еще скажу, в каждой клеточке митохондрии находится. Больше всего митохондрии где? В печени и в сердце. В сердце, понятно, пламенный мотор. Ему останавливаться нельзя, ему нужна энергия. И так, кофермен, это обеспечивает работу митохондрии. Почему мы выбираем биоколлаген от Биолита? Ну, потому что это уникальная комбинация и все это прекрасно усваивается. Мне все потребители говорят, что уже через две недели они чувствуют эффект. Поэтому желаю всем почувствовать через две недели эффект от биоколлагена. Спрей Биолиза. Это прекрасные летние, опять же, наши на одинколетние, но для осени вообще великолепные. Почему? Это защита от вирусов в бактерии, особенно, вот, началась уже не то, что осень, зима уже, с нашими морозами сибирскими. Что туда входит? Во-первых, преимущество, нет спирта, нет антибиотиков. В виде спрея очень удобно, не надо за ребенком гоняться, чтобы там пополоскать или там чего-то обработать. Брызнуло все. И, кстати, очень вкусно. Посмотрите, экстракт пихты с пирской. Мы знаем, что пихта это антисептик, а здесь еще фитонцидная вытяжка. Лизаты, лактори, бифидобактерии. Лизаты это частички этих бактерий. Мы не положили действительно целые, потому что они часто вызывают аллергии. А именно лизаты, частички, еще и стимулируют иммуннозащитные силы организма. Лизацин. Лизацин это фермент, это естественный природный фермент, который содержится в слюне, в слезной жидкости, в грудном молочке. Я сразу вспоминаю, как мы лечили своих грудных ребятишек. И тоже обладает мощным противовоспалительным и антисептическим действием. Про лизаты я вам уже сказала, что они не вызывают аллергию, а наоборот стимулируют нашу иммунную систему. Ну, как Наталья Валерьевна очень подробно рассказала, ага, увидели возбудителей. И как раз вот лизаты, они активируют защитные силы организма и модулируют ответ противовоспалительных цитокинов. Действие пихты антисептическое, противовоспалительное, бактерицидное, плюс еще календула, плюс еще ромашка, масло, эвкалипта и мяты. Это не только вкусовые ощущения, но и усиление антисептических, антибактериальных свойств. Поэтому носоглотка – это входные ворота для инфекции. И мы как раз биолизатом эти ворота для инфекции закрываем. Преимущество то, что вот запускается иммунная система так, что возбудитель инфекции не проникает в слизистую, не прикрепляется, не проникает в клетку, а он уничтожается тут же. И восстанавливается микробиота в области гортани, в области глотки. И применяется не только для лечения и профилактики верхних дыхательных путей, но и при бронхитах и пневмониях. Преимущество мы кратенько сказали. И почему? Потому что это очень эффективный препарат. Два-три раза в сутки. Деткам, детки сами с удовольствием его принимают и брызгают. И еще был вопрос, вот очень много вопросов. Почему нельзя глотать? Вот не глотать написано. Что, можно брызнуть и выплевывать, что ли? Всем вот сейчас рассказываю. Ничего не выплевывать, брызнуть. И действительно, ну, забрите на 1-2-3 секунды, чтобы это все поработало у вас в глотке. А потом можно глотать это все лечебное для вашего кишечника в том числе. Ну, я думаю, что справитесь с биоризатом. Откроете там крышечку его и мягкая кнопочка, аразит. Мелкодисперстное орошение вашей глотки прекрасно работает. А вот теперь осенняя сессия. Капсулированные препараты преимущества вы уже поняли. И не буду останавливаться. Это гинго-био. Это активный интеллект, цепкая память. Это молодость мозга. Гинго-био. Делается, конечно же, и основной экстракт. Это гинго-био. Это дерево. Единственное, которое сохранилось с палеозойской эры. Это значит, что оно быстро приспосабливается к изменчивости окружающей среды. И накапливает биологически активные вещества. Но кроме экстракта, листа гинго-био, еще и порошок микронизированный. Это значит, наночастицы L-карнитин, витамин С и глицин. Гинго-био улучшает мозговое кровообращение. Значит, это улучшаются процессы. Когнитивные функции улучшаются. Улучшается сон. Защищается сосуд, улучшается питание. Глицин. Глицин – это аминокислота, которая, с одной стороны, активирует работу мозга, а с другой стороны, обладает успокаивающим регуляторным функциям на центральную нервную систему, улучшает сон. L-картинтин. Здесь еще и на мышечную массу влияет. То есть работоспособность и выносливость. Но, опять же, и на мозг влияет. Придает вот здесь и улучшает память, состояние сетчатки, глаза улучшает. И замедляет старение. А витамин Е – это тоже мощь. А антиоксидант – это витамин молодости. Поэтому все вместе укрепляет сосуды головного мозга, насыщает клетки мозга кислородом. Именно поэтому Гинго Био рекомендуем альпинистам, подводникам, шахтерам, тем людям, которые работают в замкнутом пространстве, успокаивают нервную систему. Память, зрение, настроение, сон, когнитивные функции – это все Гинго Био. И посмотрите, уходят стрессовые состояния. Тревожность, головокружение, шум в ушах, на что очень часто жалуются наши пожилые потребители. Так вот вам, пожалуйста, рецепт исцеления. Ну и по одной-две капсулы, по одной-два раза в день прекрасно работает. Иммунобио – это значит иммунитет, это скорая помощь для вашего иммунитета. Это иммуностимулятор. Самым главным здесь действующим веществом является эхиноцея. Именно поэтому нельзя детям, потому что и вообще для взрослых до двух недель приема по одной-две капсулы, по одной для профилактики, две уже когда заболели. Это скорая помощь. Иммунобио содержит у нас не только эхиноцея, собирается во время цветения. Очень красивые поля у нас на Алтае. Именно тогда эхиноцея накапливает большее количество биологически активных веществ. Дальше. Содержит еще у нас экстракт листа малины и шиповника. И посмотрите, и все-таки лидер – это эхиноцея пурпурная. Эхиноцея – скорая помощь для вашего иммунитета. То есть приболели или со шлемником байкальским, или же все-таки эхиноцея. Эхиноцея обладает противовирусным, антибактериальным и противогрибковым действием. Ну а про все остальные компоненты мы, в принципе, с вами повторили. Тоже капсулированный препарат – репроксол форте. Вы знаете ли, репроксол гранулированный обожаю сама. Он вкусный, приятный, очень эффективный. И состоит только из двух компонентов. Это солянка холмовая – главный компонент. Он и остался здесь главным. И эплин. Но мы говорили, что форте – это значит громко, это значит много компонентов, и значит усиленный эффект. Как мы достигаем? Печень – это наша главная железа, самая большая железа в желудочно-кишечном тракте. И поэтому все направлено на восстановление печени при любой ситуации. Даже, казалось бы, к печени не имеющей отношения. Печень у нас управляет всем нашим здоровьем и иммунитетом. Итак, лепроксол форте. Посмотрите, какие активные вещества у нас еще добавлены. Володушка, обрепиха, расторопша, куркума. И все-таки про солянку холмовую не буду вам рассказывать, потому что уж сколько тонн гепатасола мы с вами съели, того же лепроксола. Но просто подскажу. Собираем солянку холмовую в два этапа, когда она зеленая, такая нежная, с розовыми мелкими цветочками. И осенью, когда она уже такая пожухлая, когда прям сухая, где сослели ее семена. Многоступенчатая водная экстракция дает полную экстракцию этого лекарственного растения. И, надо сказать, получается очень эффективный экстракт солянки холмовой. И солянку холмую изучали более 30 лет на кактриформакологии. И ее, так сказать, исследователь Альберт Самойлович Саратевков утверждал, что это лучший гепатопротектор из лекарственного растительного сырья. Эплир – это вытяжка полярных липидов и ловосульфидных отложений. Это докторская диссертация нашего президента компании Валентины Николаевны Бурковой. Бактерицидное противовоспалительное действие – это репарант хороший, заживляет все повреждения на коже слизистой, но еще и восстанавливает сосуды, восстанавливает волокна нервной системы и еще, нервные волокна и еще. Прекрасно восстанавливает слизистую во время простуды, во время лечения ее каплями и спрэми. Вот у кого хронические заболевания носа, риниты, вазомоторные риниты, кто не пользовался каплями и спрэми? Ну, практически все пользовались. Так вот, если пользоваться длительно, то наступает просто атрофия слизистой. Рекомендую. И плит масляный 1-2% просто восстанавливает, ну, угробленную слизистую, восстанавливает. Вот, возьмите на заметку. Это тоже как раз для профилактики простудных заболеваний и нашего иммунитета. Итак, Володушка. Она способствует секреторной функции, то есть увеличивает секреторную функцию, желчегонит немного. Плоды обрепихи с ее бета-каротиновым комплексом, витаминами В, с фолиевой кислотой, усиливает куркумин. Вот куркума, во-первых, это мощный антиоксидант, улучшает выведение и токсинов из организма, но и тоже укрепляет иммунитет, повышает работоспособность. Селимарин, который содержится в расторопше, расторопше тоже, как солянка хомовая, помогает восстанавливать мембраны клеток печени, а значит функции печени. И все они работают вместе. Здесь получается очень такой интересный эффект синергизма, то есть усиление функций друг друга. Но обратите внимание вверху, солянка хомовая все-таки здесь правит балом. Ее больше, чем в 10 раз других составляющих. Это все-таки лепраксонфорта, это препарат все же той же солянки хомовой. Поэтому объявляем его эффективность. Итак, капсулированные формы цитраты, магния и цинка очень интересны, потому что это соли природной органической лимонной кислоты. И именно из этих кислот освобождаются ионы магния и цинка в большей степени, чем из других солей. Но для чего нам нужен магний? Без него это хроническая усталость, перепады настроения, ночные судороги. Это все ефицит магния. Магний повышает стрессоустойчивость, защищает нервную систему от перевозбуждения. Именно магний способен нас вывести из вот этого круга возбуждения. Обеспечивает передачу нервно-мышечных импульсов. Магний уменьшает судороги в мышцах нашего тела. Ну и улучшает работу сердечно-сосудной системы и обеспечивает стабильность артериального давления. Магний очень хорошо стабилизирует сон, убирает бессонницу, тревожность, раздражительность и даже уменьшает возможность появления панических атак. Ну уже вот не буду дальше рассказывать про магний. Магний, цитрат, это действительно соль органической кислоты, иммунной кислоты, и биодоступность его до 30%. Если сравнивать с другими солями, например, магний, оксид, там всего биодоступность всего 4%. Тогда что мы с вами будем выбирать? Конечно же, где биодоступность? То есть освобождение вот этих ионов магния и цинка в большей степени, конечно, мы будем выбирать вот такую форму. Ну и надо сказать, что, не буду уже вот здесь повторяться, в присутствии витамин Д, витамина С, в присутствии токсидонт, майя и других поливитаминных препаратов биодоступность магния возрастает до 50%. Поэтому если мы принимаем цитрат магния, то можно и нужно принимать его и вместе с нашими другими препаратами. Это не запрещается. Цинк. Вот если магния у нас в организме примерно 25 граммов, то цинка примерно 2 грамма, но малых золотник, да, дорог. Очень важное значение для нашего иммунитета – это цинк. Иммунитет, гормоны кожи, кожа и головной мозг. Но самое главное, цинк является необходимым элементом для синтеза тестостерона, необходимым элементом для синтеза АТФ, белка и для растущего организма. Поэтому цинк необходим и подросткам, и беременным женщинам для просто правильного развития плода. Ну и еще. Цинк очень интересно работает, поэтому прием его всего 1-1 капсула в день. И очень интересно, циткоцитрат работает. Цинк – это соль, лимонная кислота цинка дополнена еще и другими хилатами соединениями цинка. Это экстракт лопуха, экстракт гличихи и экстракт саленокликовой. Они тоже содержат цинк, но уже вот именно в таких хилатных металлокомплексах, где высвобождение цинка тоже, так сказать, легко усваивается и тем самым усиливает наш цитроцинк. А вот противовирусное, хотела вам сказать, так вот как цинк работает? Посмотрите, усиливает выработку интерферона гамма, это так. Потом останавливает процесс расстроения вируса. Представляете, вирус, попадая в наш организм, он проникает в клетку. И как копировальный аппарат, используя ДНК, гидроэнергетический потенциал клетки, как ксерокопированный аппарат, он просто делает себе подобных. И эти вирусы, что дальше распространяется, как заболевание, зараза, атакуют рядом лежащие здоровые клетки. И процесс повторяется. Так если есть цинк, вот этот процесс копирования прекращается. Удивительно, но факт. И еще посмотрите, если цинка в организме достаточное количество, то даже вирусные частицы погибают от того, что есть цинк. Вот такое, очень коротко вам рассказываю, но тем не менее, вот такое действие на иммунную систему. И это очень важно как раз зимой. Итак, витамин Д. Не буду говорить о его важности. Это действительно витамин, который работает системно на весь организм. Он участвует во многих процессах, в том числе и центральная нервная система, и работа головного мозга. Это наша красота. Зубы, волосы, ногти и так далее. Очень важен и для здоровья, и для продуктивной функции, но и для профилактики болезней сердечно-засудистых, аутоиммунных заболеваний, диабета второго типа, и для предупреждения онкологических заболеваний и заболеваний болезней Альцгеймера. Это все витамин Д. И мы выпустили в этот раз масляный раствор витамина Д, где в одной капле находится 2000 международных единиц. Если сказать много это или мало, наши врачи считают, что это оптимальная дозировка для профилактики или восстановления дефицита витамина Д. Если же вы не согласны, узнайте уровень дефицита витамина Д, и тогда принимайте так, как вам рекомендует врач. Но в дозировках 5 по 10 тысяч единиц мы считаем, что, ну, не надо. Это все-таки очень большие токсичные дозы. По одной капельке во время еды прекрасная получается дозировочка. Ну вот, моя презентация закончилась. Спасибо. 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 Спасибо.